всем привет сегодня у нас урок номер десять и по sdl это все все эти уроки взяты вот вот отсюда ва это не мое это вот какой-то добрый товарищ это все сделал запилил уроки и ему скажите спасибо и лайкните дальше дальше сегодня урок 10 и в этом уроке он называется color кейдинг что это такое ну смотрите вы знаете что есть такие картинки как png шки у png шаг есть такое понятие как прозрачность да то есть какие-то пиксели которые типа прозрачные они не рисуются но есть еще такое понятие возможно вы уже видели встречали какие-то картиночки у которых какой-то вот фон непонятный такой цвет но но это в спрайтах используется но когда это где-то там рисуется то вот этого фона нет так вот с помощью sdl ну точнее то что с помощью usdl есть библиотеки sdl есть возможность четко указать что вот вот этот цвет 00 fff вот он да вот вот использовать как прозрачный то есть при отрисовке будет следующее если мы укажем что вот этот цвет он является прозрачным для этой картинки то он отрисовываться не будет соответственно будет нарисовано все кроме этого цвета то есть вот типа 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 png шки вот вот ну и давайте давайте посмотрим на код но здесь была введена введен такой класс для чего введен этот класс l текстур для того чтобы была возможность получить уже потом в работе к примеру высоту и ширину картинки ну как минимум до ширину и высоту конечно же можно получить с помощью дополнительных функций с помощью дополнительных функций но для того чтобы код был проще был как раз введен этот класс вот что здесь есть но здесь есть конструктор деструктор здесь установка рендера рендера да вот он это то куда мы рисуем то есть это когда мы очищаем экран делаем очистку и отрисовывая вот соответственно соответственно здесь есть такая функция с от рендера конечно же при уже реальном проекте скорее всего ее не будет а будет какой-то класс одиночка объект одиночка который будет непосредственно хранить в себе эти рендеры и мы будем к нему обращаться поэтому ну здесь это такое временное решение целях образовательных да то есть как бы концентрация здесь на другом дальше здесь есть функция лод from файл освобождение памяти и отрисовка отрисовка по указанным координатам дальше есть функция и ней был колор кей дисай был и сет колор кей вот соответственно что у нас здесь у нас переменные которые хранят rgb то есть read green blue значение для цвета который будет типа прозрачным то есть нам надо будет указывать вот вот это вот в данном случае у нас 00 f f f f вот что у нас в реализации этого класса в деструкторе понятное дело освобождение памяти set renderer мы указываем при устанавливаем переменную до этого рендера и теперь смотрите при загрузке то есть нам до загрузки с файла нам нужно включить и ней был колор кей и установить непосредственно это значение до цвета которые которые типа прозрачен или смотрите перед лод from файл потом вызываем функцию лод from файл данном случае грузится конечно же опять пнкш на пнкшка потому что я не переделывал но вы можете по идее грузить любую картинку дальше дальше смотрите вот здесь мы проверяем включена ли вот это вот прозрачность или нет и если включена мы используем функцию sdl set color key вот эта функция как раз таки с помощью этой функции мы устанавливаем для загруженной картинки вот мы загружаем всю фэйс переменная до объект и пасю фэйс его для вот неё мы устанавливаем какой цвет прозрачный и потом потом мы с этого с этой поверхности с этого все фэйс уже делаем текстуру то есть данном случае мы рисуем с помощью текстур давайте посмотрим на эту функцию справки set color key использовать эту функцию для того чтобы установить цвет transparent пиксель ну то есть прозрачных пикселей соответственно здесь наша поверхность здесь флаг который говорит true ну то есть включить или не включить вот ну конечно может принципе можно было и вот этот передать переменную а вот и непосредственно значение цвета да но здесь у in 32 одно значение но вот вот этот функция она переводит наши три переменные в восьми битных в одну 32-битную вот короче короче вот соответственно новая у нас здесь функция это set color key с помощью которой мы указываем нужный цвет 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 да дальше что у нас тут он еще чем говорит но это мы уже про проходили предыдущих уроках sdl map rgb вот и соответственно у нас загружается эта текстура и и и и и и мы присваиваем там переменной ширины и высоты его чтобы потом возможно нам надо будет знать ну и возвращаем что мы возвращаем мы проверяем значение текстуры если не не равна ну то получается труда значит у нас получилось успешно загрузить текстуру давайте посмотрим на функцию мэн функция мэн ничего сложного нет вот есть функция и нет все то же самое что и предыдущих уроках за исключением того что я для наших переменных нашего типа вот этого до l текстур вот я для них устанавливаю set renderer то есть идея это не очень хорошая уже об этом говорил для этого лучше хранить объект одиночку но на данном этапе это нормально так вот я установил renderer дальше при загрузке медиа что я делаю я для картинки то есть будут нарисованы перчатки вот они да я перед загрузкой файла я говорю включаю прозрачность и говорю что прозрачным будет свет вот такой 0 f f f f f для бэкграунда по умолчанию прозрачность отключена поэтому я здесь ничего не включает а вот то есть текстуры загружаются так а вот это кстати функция походу лишнее да я ее прямо сейчас и выпилю она здесь не нужна и чтобы она не вводила в заблуждение это с предыдущего урока но это классический копипаст есть 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 дальше функция close понятное дело надо освободить но даже если мы забудем освободить при вызове деструктора все равно функция free будет вызвана функции free чем мы делаем но мы освобождаем память выделены под текстуру вот и давайте на функцию main еще посмотрим вот здесь у нас идет отрисовка то есть мы каждому объекту каждой текстуре говорим рисуйся render render и указываем координаты вот надеюсь надеюсь вы поняли да ну вот то есть новая функция это у нас вот set color key ну и давайте запустим запустим и вот у нас все работает смотрите есть background текстура рисуется и вот это наша вот она вот так вот рисуется как вы видите по краям здесь не очень конечно же красиво и здесь какой-то си синенько-лубенькое есть но это голубенькое дело в том что она уже немного другого цвета давайте перейдем сюда я думаю вот здесь вам видно да вот наш вот здесь вот здесь я кликаю вот наш цвет 00 fff а вот здесь вот ближе уже к серому 7d f4 f4 то есть уже не попадает под этот цвет соответственно вот здесь рисуется если же мы сейчас возьмем и отключим отключим где тут мэйн и при загрузке медиа я возьму вот так вот и отключу ну по умолчанию значения то как вы видите она нарисуется картиночка вот так вот с этим цветом вот ну надеюсь чего-то новое чего-то нового узнали ну вот поэтому ставим лайки комментируем подписываемся жмем колокольчик и все такое всем спасибо всем пока